Это не телефонный разговор Каждый раз твой личный ФСБшник расстраивается, услышав эту фразу В своё время даже Сноуден психанул и сказал, что он не хочет жить в мире, где всё, что он делает и говорит, записывается Но уж мы-то с тобой не такие мечтатели, верно? Ни для кого не секрет, что сегодня нельзя даже чихнуть и остаться незамеченным Что ты сказал? Конституция? Свобода слова? Боюсь ты ошибся видео? Или страной? Сегодня ты узнаешь, как происходит прослушка твоего телефона Существуют ли слова-триггеры, при которых ФСБ тут же начинает записывать разговор? А ещё мы проверим, действительно ли наш телефон за нами следит И подсовывает таргетированную рекламу вещей или услуг, о которых мы вскользь упоминали В общем, я сделаю всё, чтобы в конце этого видео ты избавился от своего смартфона и перешёл на кнопочный телефон Кстати, просто на заметку, даже кнопочными телефонами хакеры проворачивали несколько интересных штук Например, недавно они были готовы выложить баснословные деньги за вот эту неприметную Nokia 1100 Всё дело в том, что немецкая версия этой модели, признанная бракованной, была способна перехватывать одноразовые коды транзакций Тем самым позволяя злоумышленникам неприлично обогащаться чужими деньгами Такая вот монохромная золотая лопата Но вернёмся к нашей теме, ведь она куда более интересная и касается лично нас Начнём с самого важного Вопрос, которым задавался едва ли не каждый человек Прослушивают ли меня? Здесь люди делятся на два лагеря Одни покупают себе сумки с клеткой Фарадея Это такая штука, блокирующая любой сигнал И боятся заказать пиццу онлайн А другие спокойно говорят Ну и пусть прослушивают Мне ведь скрывать нечего Да и вообще не жалко Правда Она, как известно, всегда кроется где-то посередине Не надо быть проноиком Боятся сообщать Google свой возраст и ставить левые аватарки в соцсетях Но скачивать подозрительные приложения и разбрасываться паролями направо и налево тоже не надо Самое главное правило Соблюдай кибергигиену Во-первых, не скачивай подозрительные приложения Даже с официальных сайтов вроде Play Market или Apple Store Ведь известен уже не один случай, когда администрация этих площадок одобряла приложения А потом они оказывались шпионским ПО А в случае какого-либо твоего недовольства Они отправляют тебя читать лицензионные соглашения Где черным по белому указано Что они не несут никакой ответственности Даже если ты скачал невинную утилитку Хорошенько подумай Зачем фонарику или пассианской ссылке нужен доступ к микрофону и твоим контактам? Во-вторых, всегда отслеживай непонятные оповещения Твоего телефона или всплывающие окна с какими-то ошибками Иногда таким образом палятся шпионские утилиты Которые кто-то мог установить на твой телефон О них я расскажу чуть позже В остальном же, если ты не международный преступник За тобой не охотится ФСБ и Интерпол Ты не совершал тяжких преступлений И ты не депутат То можешь быть почти уверен, что государство тебя не прослушивает Но здесь у многих возникает вопрос Хорошо, а могут ли меня начать прослушивать Если в разговоре я упомяну что-то незаконное В духе, я тут собрал бомбу своими руками Пора свергнуть Путина Или когда уже наконец анархия Давай определимся раз и навсегда Я думаю, не стоит говорить, что даже без санкции Суда все наши телефоны могут быть прослушаны Мы тут не будем примерять розовые очки Размахивать руками и кричать так нельзя Когда тебя могут ударить дубинкой по голове и закинуть в автозак Нечего удивляться, что и телефон твой могут прослушать Так что давай посмотрим, что тебя ждет, если тобой все-таки заинтересовались Познакомьтесь, вот компания Гамма Групп Эти ребята достаточно давно и успешно делают трояны по заказу западных силовых структур Например, их самый известный троян Файнфишер свободно распространялся через iTunes в течение трех лет Иногда спецслужбы покупают такие трояны на хакерских стоках Где некоторые взломщики просто выкладывают свои трояны на продажу Также раньше западные спецслужбы пользовались уязвимостью SS7 SS7 это такая большая сеть по передаче данных сотовых операторов Через которые проходят все ваши переписки и звонки Таким образом власти могли прослушивать абсолютно любого человека Не прилагая почти никаких усилий Всю эту движуху как раз таки и подтвердил Эдвард Сноуден СНГшные же правоохранители троинами не увлекаются Если только им не потребуется включить микрофон и вести запись в случае, если пользователь не разговаривает по мобильнику В других же случаях с прослушкой отлично справляется СОРМ Но вернемся к вопросу Что же будет, если ты завтра начнешь скандировать антиправительственные лозунги по телефону? К счастью, пока что ничего Но это только пока Раньше считалось, что система, которая была бы способна выделить слова из контекста Затем немедленно включить запись просто не существует Не хочу тебя пугать, но подобное оборудование действительно есть Правда пока что только в теории В силу того, что покупать и устанавливать его нужно операторам сотовой связи А делать не этого, конечно же, не торопятся То здесь наша российская нерасторопность, вечная экономия и нежелание что-то менять впервые принесли хоть какую-то пользу Так что если в разговоре со своим другом ты похвастаешься и скажешь Братан, вот такенный клад вчера поднял, то можешь быть спокоен Запись, скорее всего, не начнется Хотя все же я не советую обсуждать такие вопросы по телефону А вообще, давай будем честны друг с другом Нас уже давно прослушивают 24 на 7 Более того, все мы об этом знаем и уже давно смирились Буквально пару лет назад на тематических сообществах и всяких мейл.ру Люди нерешительно задавали вопросы следующего содержания Не примите меня за психа и не смейтесь Но мне кажется, что мой телефон меня подслушивает Это вообще реально? Смеяться никто не стал Сотни людей подтвердили, что нечаянно оброненная фраза Или разговор на кухне позволял их смартфону тут же завалить их таргетированной рекламой Все сразу бросились изучать политику конфиденциальности До которой раньше никому не было дела Но как ни странно, о прослушке там ничего не говорилось Сервисы, увлеченные в этом, утверждали, что это всего лишь удачное совпадение Сразу возникал вопрос Действительно ли это была слежка? Или может это всего лишь синдром Бадера Майнкоффа? Когда ты только что о чем-то узнал И теперь тебе кажется, что ты слышишь об этом отовсюду Проверить это можно только одним способом Давайте не будем теоретиками и проведем свой собственный эксперимент Для этого в течение двух дней я буду невзначай упоминать вещи, которую я никогда бы не загуглил Например, кокос Вред кокоса на организм Аллергия на кокос Сири, как приготовить кокос в домашних условиях? Как перестать нюхать кокос? Как видите, не понадобилось и двух дней Практически сразу таргетированная реклама начала предлагать мне то, в чем я так нуждаюсь Реабилитационная клиника Этот эксперимент был придуман не мной Еще раньше была проведена операция кошачий корм Вот представь, что у тебя и твоих друзей нету кошки Вряд ли ты вообще хоть когда-то будешь упоминать в разговоре кошачью еду Так и поступил один американский блогер Целый день он как заведенный разговаривал о кошачьем корме Все это время его телефон был рядом И что ты думаешь? Весь следующий день его смартфон услужливо спамил баннерами с рекламой кошачьего корма А ты что думал? Зря что ли у Цукерберга кроме камеры еще и микрофон заклеен? Гугл уже не отрицает, что они подслушивают за нами через смартфоны, чтобы предлагать релевантную рекламу А если не отрицает и Гугл, то почему не предположить, что этим же грешат Фейсбук, Яндекс и Инстаграм? Ладно, с прослушкой все понятно И теперь у тебя, мой юный друг, мог возникнуть вопрос Могу ли я прослушивать чужие телефонные разговоры, если я не хакер и не агент ФБР? Что же, в Клирнете, как и в Даркнете, можно найти десятки шпионских программ Созданных якобы для отслеживания перемещения вашего ребенка Но мы-то с вами знаем, что детей прослушивать не так уж и интересно А вот прослушать мужа, пока тот в командировке или ставшую слишком счастливой жену рано или поздно захотится Сразу тебя уберегу Все эти программы – это разводы мошенников Многие из них содержат трояны, другие тупо не работают А третьи маскируются под вполне легальные сервисы Но вот только пробный период у них может составлять 24 или даже 12 часов Не успел отмерить подписку за это время? Будь добр раскошелиться на 10-15 евро Кстати, я упомянул слово «легальные» и это неспроста Вообще, слежка и прослушка людей без их согласия – это статья УК РФ Но под легальными имеются в виду сервисы, где вам нужен доступ к телефону, который вы собираетесь прослушивать Проще говоря, вы устанавливаете на телефон жертвы приложение «Невидимку» А затем спокойно себе слушаете все его разговоры Что же, тут не могу ничего возразить Несколько подобных приложений я затестил, и они действительно работают Их название я также оставлю в нашем телеграм-канале Поэтому вот вам еще один повод подписаться Имея доступ к телефону и несколько минут в запасе Вполне можно успеть установить такую приложуху на телефон жертвы Поставить скрытый режим, при котором приложение исчезнет Из папок сможет быть вызвано только специальной командой Теперь после исходящего или входящего звонка Запись разговора тут же прилетит на ваш почтовый ящик А с телефона будет стерта Если жертва не шарит в подобном софте и ни о чем не подозревает То она вряд ли поймет, что ее диалог только что записали Именно поэтому некоторые компании предлагают услуги комплексной подготовки смартфона к прослушке Клиент выбирает трубку и сообщает ее название в службу поддержки Если данный телефон возможно правильно настроить То клиент оплачивает услугу и стоимость смартфона И вуаля, получает прошедший телефон Например, это может быть айфон в подарок жене на свадьбу Так сказать, если и начинать слежку, то сразу А теперь представь, что такой телефон подарили тебе Или ты давал кому-то позвонить, а теперь слегка занервничал И хочешь проверить свой смартфон Найти шпионское приложение не так уж и трудно Если знать, где искать Проверь все свои приложения в корневой папке смартфона Посмотри, нет ли там незнакомых иконок О назначении которых ты не знаешь Или видишь впервые Если такие есть, то зайди в свойства И там могут содержаться слова вроде Steel, Spy, Hack или Monitor А еще лучше вручную загугли название Неизвестного процесса или проверь на VirusTotal Но опять же, никто не гарантирует, что вместо прошитого смартфона Вам не придет по почте кирпич В целом, главные минусы таких приложений в том, что их можно обнаружить И очевидно, шпионить за обладателем Nokia 3310 или другого чудесного раритета ты не сможешь А вот государство сможет Кстати, а как узнать, прослушивает ли меня государство? Никак! Если тебя прослушивают, то поверь, ты об этом никогда не узнаешь Прости, если я тебя расстроил Но ведь лучше горькая правда, чем сладкая ложь Забудь про эти байки о том, что телефон быстрее садится Рядом с радиотелевизором начинаются помехи Или вот это фирменные Если тебя прослушивают, то ты услышишь негромкие щелчки или характерное эхо Технологии уже давно шагнули вперед Чтобы ты понимал, крупные производители содействуют спецорганам И включают во все модели возможность прослушки Даже когда ты не говоришь по телефону К сожалению, теперь тебе с этой новостью жить Не существует аппаратов, которые нельзя просечь Не важно, айфон это или бабушкин монохромный сименс Который она почти никогда не слышит Ты говоришь, что выбросил симку и отключил телефон? Не страшно, без сим-карты тебя все равно найдут А если понадобится, то выключенный телефон Также можно включить удаленно Отследить нельзя только обесточенное устройство Слава богу, пока что государство физику отменить не может Несмотря на это, куча форумов и видосов на ютубе Предлагают сомнительные способы проверить Взломан ли твой телефон и прослушивают ли тебя В основном это либо таинственные хакеры Которые просят у тебя предоплату А потом также таинственно исчезают Либо пользователи, которые с пены и рта Рассказывают о командах для проверки уязвимости вашего смартфона В духе набери звездочка 989 решетка И если вместо цифр будет пробел, значит тебя прослушивают Но все эти команды, как правило, касаются переадресации И ответственны за то, что не дозвонившийся вам человек попадет на оператора Который скажет ему Абонент временно недоступен А на этом наши полномочия как бы уже все Чтите родных, семью и конституцию Желаю вам не попадаться в ситуации, когда срочно нужно кого-нибудь вычислить И еще одно Когда пойдете спать, положите телефон рядом с собой И скажите спокойной ночи, офицеры Для вас мелочь, а им приятно А также напишите в комментарии Замечали ли вы когда-нибудь слежку за собой Ставьте лайки, делайте репосты Ну и как всегда, до встречи в следующем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok